Ой-ой-ой-ка птица, покрочится, прожжет чистым, на вонеж летят лукеты. Вряд ли можно придумать более подходящее музыкальное вступление к профессиональному торжеству работников культуры, чем ария мистера Икс. Она звучит в исполнении одного из лучших баритонов не только Хакасии, но, пожалуй, всей Сибири, солиста республиканской филармонии Артура Марлужокова. А когда нужное настроение задано, слово берет председатель горсовета Абакана. От лица муниципальных властей Альберт Тупикин поздравил тех, кто, по его словам, дарит абаканцам хорошее настроение и воспитывает юные таланты. Это наша когорта, работающая в 16 муниципальных организациях, из которых 49 имеют государственные награды, а более половины из которых имеют стаж непрерывной работы более 10 лет. Воспитание подрастающей смены – действительно важное дело. Как отметил спекер городского парламента, еще одна веха была пройдена в год 90-летия Абакана. Завершилась реконструкция детской художественной школы имени Каратанова. Именно поэтому среди награжденных почетными грамотами и благодарственными письмами администрации города – преподаватели школ искусств. Но также и работники досуговых учреждений – музыканты, режиссеры, библиотекари. Свои награды абаканские сподвижники творчества получили из рук министра культуры Хакасии Светланы Окольниковой. Награды и ободряющие, вдохновляющие слова. Одна из наград досталась одаренному музыканту, как отозвалась о ней министр культуры, флейтистке Марине Дориной. Более 15 лет она играет в духовом оркестре под управлением Андрея Штарка. Считает, что и классическая, и народная музыка – зеркало общества. Говорят, когда играет музыка, то смолкают пушки. Как вы думаете, насколько велика действительно роль искусства в человеческом обществе? Музыка бывает разной. Она может и в бой повести, а может и наоборот успокоить. Все зависит от обстоятельств. И от того, как нужна музыка воспользоваться. Роль народной музыки огромная, конечно, ее недооценивать нельзя, потому что это наша культура, это наши корни, это наш язык, это наша музыка, наша мелодия. Поэтому без изучения фольклора, народной музыки, как каждого народа, конечно, настоящий культурный человек не состоится. Сами деятели культуры сегодня отмечают. Отрадно видеть, что после долгих ограничительных мер абаканцы с удовольствием погружаются в культурную среду офлайн. Потому что, по большому счету, публика у нас просвещенная. Город небольшой, но университетский, театральный, музыкальный, творческий – и это уже традиция. И я бы сказала, что, наверное, вот в этом году, когда немножечко все отпустило и с ковидом, то есть люди сходят с большим удовольствием и все соскучились. Мы вот совсем через два дня будем открывать выставку детских пазелок, так представляете, почти 300 штук принесли. Елена Лобанова, Александр Кожевников, Новости.